Дипломант Европейского колледжа ветеринарной неврологии, ветеринарный госпиталь Фитцпатрик Рефералс, университет Суррой, Англия. Клэр Расбридж с докладом на тему патологии черепно-мозговых нервов, собак и кошек. Давайте встретим дружными аплодисментами. Спасибо. Простите, допью тут чаек. Я тут встретила, так сказать, единомышленников по чаепитию. Очень приятно. Вот бедный переводчик, что ему только не приходится переводить. А вот интересно, есть разница, каким ухом вы слушаете? Потому что я в левое ставлю ухо, и как-то это влияет на мою правую половину коры. И здесь эмоциональный ответ. Если я вставляю наушник в другое ухо, то языковой центр работает. Может быть, для изучения лучше. Вот любопытное было бы исследование. Ну так вот, в последней, заключительной лекции сегодня мы поговорим о нарушениях деятельности черепных нервов. Мы не будем обсуждать вестибулярные нарушения так уж подробно. Почему? Потому что вестибулярные нарушения – это отдельная сама по себе огромная тема. И придется вам не еще раз пригласить, если вы хотите послушать про вестибулярные нарушения. В Великобритании вообще частая тема для ветеринарной терапии. Потому что вы эту картинку все помните. Вы все ее помните с ветеринарного факультета. Вот эта наполненная деталями картинка. И начинаются какие-то мнемонические штуки, которыми мы пытаемся как-то запомнить весь этот порядок. Но понимаете, всякие запоминалки хороши с тем, чтобы запомнить порядок. Но надо же понимать функцию, а не просто запоминать механистический порядок. И в ходе сегодняшнего выступления я постараюсь осветить особенности диагностики патологии различных черепных нервов и того, к чему это приводит. У вас в раздаточных материалах есть вот такой лист. Это своего рода такой список, по которому вы движетесь в таком логичном порядке, оценивая состояние вашего пациента. Черепные нервы здесь, в этой части неврологического обследования указаны. И нарушение активности черепного нерва и нарушение черепных нервов говорят либо о том, что это поражение собственного нерва, то есть либо это конкретный неврологический синдром, либо же это повреждение каких-то участков мозга, либо нарушение целостности периферических нервов. Я так понимаю, что многие из вас занимаются неврологическими обследованиями, раз уж вы на неврологической конференции. И я бы хотел о вас всячески призвать использовать похожие списки с тем, чтобы оценивать состояние ваших пациентов. Ну что ж, начинаем, так сказать, сверху вниз. Это не я свищу, точно. Не смотрите на меня, я не специально это делаю. Так вот, первое... Сниму-ка я наушник, чтобы меня не свистело. Так вот, первое, это оценить зрение. Здесь нет оценки обоняния, потому что это как болевое ощущение, очень трудно о нем что-то сообщить, трудно его почувствовать. Если мы оцениваем зрение, самое важное заключается в том, что одной пробой не оценить зрение, необходимо выполнять некоторое количество проб с тем, чтобы доказать, что животное видит или не видит. Поскольку животное, находящееся, например, в депрессии, совершенно необязательно будет адекватным образом реагировать. Вот кошка. Вот мне сказали, что очень интересуют кошки и обследование кошек. Вот здесь видно, что кошка смотрит на вот этот вот шарик, на ватный шарик. И мы просто бросаем этот шарик с одной и с другой стороны животного. Почему ватный шарик? Потому что он бесшумно падает. И как раз его очень хорошо видно, потому что он белый. И животное, как правило, его замечает. Иногда реакция кошки может быть такой невыраженной. Просто проследить глазами. И кошка говорит, ну и что мне тут смотреть? Я считаю, что я не буду взаимодействовать с ветеринаром и не буду облегчать вашу жизнь. Поэтому не всегда надо результаты этой пробы однозначно интерпретировать. И переходим к другой пробе. Это реакция на угрозу, защитная реакция. Поскольку здесь, конечно, много путаницы может возникать. В частности, ответ на угрозу. Вот моя рука, или это чья-то рука, я не помню уже. Кошки угрожают этой рукой. Такое ощущение, что кошка как-то пытается уклониться. Вот это реакция на угрозу. Реакция животного на потенциальную угрозу, которая требует, чтобы вы показали какую-то угрозу. В общем, нужна реакция, нужен не рефлекс. А какова разница, скажете вы? Понимаете, рефлекс замыкается, дуга рефлекса замыкается в спинном мозге и не требует обработки вышележащими иерархическими центрами. А реакция требует такой обработки. Поэтому это не рефлекс на угрозу, как говорят некоторые, а реакция на нее. А вот зрачковый рефлекс, то есть реакция зрачков на свет, это как раз-таки рефлекс в полном смысле слова. То есть животное может находиться в коме. И если околомоторное ядро еще живо, то у животного будет околомоторный рефлекс. Он не требует никакой обработки никакими вышележащими центрами. Вот оборудование. Стоит недорого. Но в большинстве клиник это отсутствует. А что это? Яркий фонарик, господа. Есть регионографическое оборудование. Есть и УЗИ-аппараты, эндоскопы. Даже МРТ и КТ. А есть нормальный яркий фонарик? Бывает, что и нету. 10 долларов от силы будет стоить. Нет яркого фонарика. Поэтому очень вас прошу, пойдите и купите просто яркий фонарик. Вы удивитесь, насколько часто ошибки в обследовании черепных нервов связаны как раз с некачественным освещением, с плохим фонариком. Знаете, может быть, тут спонсоры раздают бесплатные фонарики. И в эти бесплатные фонарики через 20 минут у них батарейка садится. Поэтому нужно купить нормальный, хороший, яркий фонарик. Итак, реакция на угрозу. Первое, о чем мы поговорим. Позволю себе напомнить и повторить, что это реакция. Таким образом, поступает информация об угрозе. Необходимо, чтобы животное прореагировало. Для этого необходимо, чтобы интактным было глазное яблоко, сетчатка, зрительный нерв, зрительный перекрест, таламус, зрительная кора. И таким образом, есть восприятие угрозы. Восприятие. Но информация должна переключиться. Естественно, релейные ядра так прямо не располагаются. Это здесь упрощение. В конце концов, переключение в моторную кору. Далее информация возвращается в таламус, в мост. Далее есть нисходящее влияние мышечка. Поэтому кошечки, маленькие котятки, не могут адекватно отреагировать на угрозу, потому что у них еще не развит мышечок адекватным образом. И затем из мышечка по нисходящим путям лицевого нерва приводят к закрытию глаза. Можно утратить рефлекс угрозы, связанный с нарушением активности таламуса, или мозжечка, или лицевого нерва, или зрительного нерва, или в связи с утратой зрения. Поэтому неврологические проявления всего этого будут очень и очень разными. с другой стороны, зрачковый рефлекс это стволовой рефлекс. Таким образом, свет поступает по зрительному нерву к зрительному перекресту. Обратите внимание, это единственная зона, где эти два участка пересекаются, где они похожи. Глаз, зрительный нерв, зрительный перекрест. Во всех остальных участках пути этих рефлексов разные. Реакция на угрозу и зрачковый рефлекс будут отличаться своими проводящими путями, поэтому центральная слепота или слепота, проистекающая по причине зрителя, для того, познавая жизнь рассмотреться. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...